Девушки отдыхают Что означает статус иноагента для СМИ? Для вас, для института в частности? Ну, изначально статус иноагента задумывался Кремлем как какая-то такая просто плашка, такой лейбл, который должен позорить эти медиа в глазах широкой общественности. То есть ассоциировать медиа с какими-то там, так сказать, западной закулисой, которая вот хочет вбросить какую-то дезинформацию. То есть задумка была просто дискредитировать медиа. Но потом этот закон стал обрастать новыми и новыми всякими условиями. И сейчас, по сути, он делает, если вот уже брать не СМИ иноагенты, а физлица, выполняющие функции СМИ иноагента. То есть теперь человек может быть СМИ, если он просто что-нибудь там твитит даже, то это делает его жизнь просто невозможной, поскольку его заставляют сдавать там миллиард разных бумажек. Если он их не сдает, ему штрафы, если он там несколько раз что-то нарушает, ему там уголовное дело. То есть это, по сути, выдавливание журналистов из страны. Более того, там есть отдельная история про иноагентов, которые собирают данные о безопасности. То есть любой журналист, который напишет что-то про ФСБ, например, про то, как там ФСБ травили Навального, он уже может попасть под эту статью. Там же мы упоминаем имена ФСБшников. Вот, пожалуйста, собирали данные, связанные с безопасностью, и за это уже грозит прям сразу уголовный срок. Без предупреждения. То есть задача, понятное дело, уничтожить вообще независимую журналистику. Почему конкретно инсайдер признали иностранным агентом? Нет, ну признали всех кем-то. То есть кого-то международная организация, кого-то иностранным агентом. То есть кого признали, получается, значит, нас, проект, важные истории, там что-то какие-то тоже обыски. Не знаю, признали ли они. Еще пока нет, да, вот это там заявление в обработке. Ну, скорее всего, признают. Ну, даже если не признают, но все равно там понятно, что их прессует мама-не-горюй там, да, с всеми этими обысками и так далее. А почему инсайдер признали? Какие причины конкретные? А я думаю, что никаких конкретных не нужно было. Это просто расследовательская медиа. Ну, для нас это не катастрофа. А почему лично вас не внесли в список иноагентов, вот вместе с инсайдером в том списке? Я думаю, что внесут. Они по пятницам обычно вносят. Я думаю, что внесут скоро. А почему не внесли сразу? А я думаю, что они хотели понять, а будем ли мы носить цак в носу и приседать, говорить «ку». А мы решили этого не делать. Вот Медуза, тоже латвийская СМИ, они обязаны маркировать и маркируют свои посты, свои статьи. Почему не маркируют инсайдер? У Медузы другая стратегия, потому что у них, во-первых, у них очень большая аудитория. То есть они, ну, у них в этом смысле высокие риски. То есть они сами являются такой платформой, куда приходит много людей. У инсайдера по-другому. То есть мы фигачим классное расследование, которое затем распространяет другие большие медиа, как в том числе та же самая Медуза. Поэтому они относятся к другому типу медиа, и у них очень много заточено еще под рекламу, спецпроекты. То есть какое-то общение с коммерческими организациями, у которых высокие риски. Им важно оставаться в легальном поле. Поэтому у нас разные концепции. То, что они маркируют для того, чтобы сохранить свою старую концепцию, сохранить свои коммерческие возможности и вот эту большую аудиторию, и не попасть под черный список. Ну, я считаю, что молодцы. То есть пусть расцветает 100 цветов, пусть будет медиа разной степени, ну, не то чтобы лояльности, но медиа с разными стратегиями выживания, скажем так. То есть все же по-разному. Там Медуза плашку поставила, VTimes решили вообще сделать новое издание с другим названием, доменом и так далее. Проект просто решил закрыть юрлица и продолжать работать в старом режиме. У нас тоже будут некоторые такие хитрости, которые усложняют работу Роскомнадзору и Минюсту. Но главный наш принцип – это, конечно, то, что главное наше достоинство – это наша репутация, доверие читателей, а не нас ценят за то, что мы с ними честны до конца. Мы себя не считаем иностранными агентами, мы не будем себя подписывать иностранными агентами, мы не будем играть в игры с Минюстом, мы будем делать все, что хотим. Поэтому, если для этого придется передислоцироваться каким-то журналистам, ну ничего страшного, поработают из Европы, это не такая катастрофа. И я не думаю, что расследований станет меньше, я думаю, их станет больше, потому что, спасибо Минюсту и Путину, после признания иностранным агентом у нас появилось большое количество новых подписчиков, которые донейты нам дают. То есть от нас подписалось где-то 5 человек за первые дни, подписалось где-то 50 за первые два дня. То есть видно, что люди считают это таким знаком качества. А тогда почему вот именно последние месяцы обострилась борьба с независимостью? Ну, как бы приходит по очереди за всеми. Я вообще думаю, что поворотной точкой в развитии, скажем так, в ухудшении ситуации было лето прошлого года. Ну то есть, в принципе, самое первое, что сделал Путин, когда пришел к власти в 2000 году, сразу после инаугурации, это он арестовал Гусинского, то есть владельца главного независимого телеканала. То есть его атака на СМИ началась просто с первых дней его политической деятельности. Поэтому это такой старый тренд. Но если мы говорим о новом витке ушесточения, то мне кажется, что точка отсчета – это прошлый год, когда совпало два события. Во-первых, Путин решил обнулиться, то есть он мог это сделать позже, раньше, но он решил обнулиться, дать всем понять, что он хочет стать пожизненным президентом. Это важная веха, потому что все-таки многие люди надеялись на то, что Путин доживает свой срок как президент, и он попытается снова сыграть какую-то историю с преемником, как, ну, скажем, Назарбаев сделали, многие другие сделали. Путин дал понять, что он останется. И одновременно в это время, на фоне падения путинского рейтинга в России, начались всякие протесты, там в Хабаровске были протесты, в Белоруссии были очень большие протесты. В общем, короче говоря, Путин очень испугался революции. То есть он ожидал, что после его обнуления может начаться всплеск, революционный всплеск. И тогда он решил убить Навального. Как мы знаем, сначала в июне была первая попытка убийства, отравления, затем... Вернее, в июле, сначала, затем в августе. И, если ничего не буду... В общем, она не увенчалась успехом, но она как бы символизировала, на мой взгляд, то, что Путин как бы сжигает мосты с Западом и дает понять, что ему уже совершенно неважно, что думает мировое сообщество о нем. То есть он готов... Ну, если Путин готов убить Навального, это значит, что, в принципе, он готов убить кого угодно. Потому что Навальный, конечно, самая заметная фигура на всем протестном пространстве. Если можно убить Навального или там Быкова, значит, можно убить любого журналиста и кого угодно. То есть... А уж у них-то... У нас понятно, что политического веса и заметности гораздо меньше. Мы гораздо менее защищены. Поэтому мы выживем вот уже год в новой реальности, когда понятно, что Путин может сделать все, что захочет. И он, собственно, делает все, что захочет. Мы видим вот это ужесточение по всем фронтам. Мы сейчас вот говорим о журналистах. А что, а с активистами было по-другому? Массовое объявление всех экстремистами, да, вот это против то, что было против штабов Навального. А с юристами, да, когда у нас Иван Павлов, в который просто юрист и занимается исключительно своей адвокатской работой, да, на него ополчились все так, как будто бы он просто террорист какой-то. И с ним так обращаются, ему запретили деятельность, там уголовное дело какое-то и прочий бред. Опять же, некоммерческие организации всякие, их тоже нежелательными объявляют направо и налево. Образовательные организации приняли новый закон против них, их тоже объявляют всякими там нежелательными и так далее. То есть, ну какой ни возьми аспект гражданского общества, везде идет такое быстрое сползание в Туркменистан. Причем очень быстро, да. То есть нам изнутри это кажется каким-то таким поступательным, но вот если сделать шаг назад, просто вспомнить, какая была Россия год назад и сейчас, это совсем другая реальность. А если вы хотите узнать, что будет в следующем году, просто посмотрите на Белоруссию. А тогда вот в завершение скажите, пожалуйста, чем можно помочь инсайдеру? Нам очень нужна на самом деле помощь, потому что вот эти регулярные пожертвования, которые могут казаться копеечные, к нам кто-то 100 рублей только в месяц причисляет. Есть, конечно, те, кто и там по 100 долларов, кто насколько себе может позволить, подписываются, и в результате это создает очень мощную такую подушку безопасности для журналистов, которая не зависит, по сути, ни от кого, кроме своих читателей. Мы сейчас столкнулись с необходимостью эвакуировать некоторых наших журналистов, и вот благодаря, по сути, нашим подписчикам мы можем это сделать. Я надеюсь, что мы не только не ослабним из-за этого давления, а благодаря консолидации общества, которое мы сейчас видим, наоборот, расширим наш штат и увеличим число журналистских расследований. Продолжение следует...